Тетради, ручки, канцелярские принадлежности и многое другое, необходимое для учебы. Более 450 школьных наборов вручили депутаты-единороссы на Камчатке в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу». Помощь получают малообеспеченные и многодетные семьи, дети-инвалиды и дети-участников специальной военной операции. Так, в Петропавловске в преддверии нового учебного года наборы получат более 160 семей, в Елизаве – более 200, в Полане – 50. Помощь от партии получают семьи во всех муниципалитетах края. Сегодня мы с моим коллегой Лисковым Борисом в 34-й школе, такое большое количество деток нашего района уже охватили, поздравили с наступающим праздником, вручили необходимую канцелярскую продукцию, поговорили с родителями. Родители очень благодарны, говорят, что очень важна сейчас для них вот такая помощь, особенно для таких семей, которым нужна такая поддержка. Потому что все мы понимаем, что 1 сентября для родителей это связано с большими затратами, много всего нужно купить. И вот дополнительная помощь от нас, от партии «Единая Россия» – это очень важно. Будем дальше работать, опыт у нас такой большой есть, работаем с нашими жителями и видим, что та помощь и поддержка, которую мы оказываем, она им очень нужна. В этом году в рамках акции совместными усилиями удалось собрать более 237 тысяч рублей, на которые были приобретены школьные наборы. И тут особые слова благодарности хотелось бы выразить партии «Единая Россия» за такую включенность, за помощь, за поддержку. Ну и самое главное, что мы ощутимо можем помочь нашим жителям. В преддверии учебного года рюкзаки с необходимым для учебы наполнением получили и дети из семей участников СВО. Помимо полезных подарков силами партийцев для этой категории детей, также были проведены праздники с веселыми развлекательными программами и призами. Камчатка также помогает своим подшефным территориям собрать детей в школу. В ходе рабочей командировки в новые регионы делегация края передала наборы для творчества, канцелярские принадлежности и дидактические материалы школьникам подшефных территорий, а также представителям старшего поколения. Помимо дневников, тетради и дополнительных учебных материалов, в посылки жителям Мироновского и Светлодарска вошли развивающие игры и наборы для творчества. Всего было передано более 50 таких наборов. Субтитры создавал DimaTorzok